МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День белорусской науки. На посяжении гомельского облвыконка мы обмерковали выники социально-экономичного развития региона в минулом году и вызначили задачи на этот год. На Гомельшине освоен комплексный ремонт энергонасыщенной сельско-господаршей техники. Прокуратура в области выступает за смягчение отказности за незначенные администрационные правопорушения. У Гомеля открылось науковое кафе. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Беларуси означается День науки. У Гомеля до этой подеи промерковали урожисты сходы выставу опошних досягнений. На рахунку навыковцев Гомельшины омаль 100 патентов на вынаходництвы каля 200 монографий из выше 3000 артыкулов у белорусских и замежных выданьях. Навыково-доследжайдейностью на Гомельшине займаются як специализованные институты, так и высшейшая навучальные установы. У гэтаж спис можно додать так само лаборатории, якие працуют на широку предприемствов. У агульном активе сотни доследований, выкананных у рамках державных, союзных и международных программ. Утым лик у рамках Евросоюза. География навыковых контактов каля 30 краин света. При гэтым большасть работ мая прикладный характер и уже выкарыстовывается на практице. У нас вся наука в ВУЗе построена для практического здравоохранения. И заказ мы получаем не столько для научной, а столько для практической цели. Это у нас такие разработки идут, которые носят широкое применение в кардиологии, в кардиохирургии. Работа с искусственными сосудами, со стволовыми клетками. Работа в области травматологии. Як кульминация урочистого сходу, урочения узнагарод навуковцам, які досягнули значных выників. Гоноровые грамоты областного и городского выканавчих комитетов и советов депутатов Республиканского фонда фундаментальных доследований высшей атестацийной комиссии Национальной академии навук. Гомельская область долила не только заховать свой интеллектуальный потенциал, але и на практице накеровала его на повышение добра бытов нации. До святкования Дня навуки долучилась и Гомельская областная библиотека имя Ленина. Головной подзеей тыння тут стала открытие наукового кафе. Новый проект «Нимай аналога Украине». При его створении звернулися до опыту замежных коллег. Кафе повинна стать открытой пляцовкой, на якой молодые навуковцы смогут устретиться с авторитетными вучеными, задать питань и огучить свои идеи. Первых наведвальников кафе примала у ГЭТ и ЧАТВІР. В уголе сустреши будут проходить раз в месяц. Их темы расписаны на весь год навуки. Мы надеемся, что все-таки практическая значимость у нашего проекта есть, потому что популяризация науки – это наша цель. Чем больше людей узнают о науке, о ее развитии, о какие отрасли на Гомельщине особо популярны и развиваются, я думаю, что в этом и есть практическая значимость. А кроме того, на ГЭТ и МТНе библиотека презентовала науковой громадскойсти свой информационный потенциал. Круглый стол собрал представников 13-ти навучальных и навуково-даследших установ. Библиотека пропонувала больше за миллион друкованных и электронных носьбитов информации. Те реально надруковать БелАЗ на 3D-принтеры? Какими открытиями опошнего часа может гонариться Гомельщина и в яким решетши науку региона будет развиваться в ближайшей будущем? Это и иншее питание наш корреспондент Ганна Ковалева задала советнику Национальной академии наук Беларуси Юрию Плескачевскому. Поздравляем всех ваших коллег. Итак, Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, каким для белорусской, в частности для гомельской науки, оказался прошлый год? Ну, в 2016 году учеными Гомельщины, вузовской наукой, академической наукой, отраслевой наукой достигнуты значительные успехи. Мне бы хотелось бы рассказать вот об этих материалах, которые здесь расположены. Несколько лет назад по заданию, сформулированному нашими коллегами из Вьетнама, возникла необходимость создать материалы, которые бы эффективно работали при повышенных температурах, при повышенной влажности, то есть в тех условиях, которые транспортные средства эксплуатируются в условиях того же Вьетнама. И, выполняя это задание, открылась целая область применения этим идеям и тем разработкам в нашей республике. В итоге, вот, за последние годы выполнено более 20, если быть точным, 21 задания важнейших государственных научно-технических программ. Это задание, связанное с импортозамещением. То, что мы закупаем по импорту, закупали по импорту, сегодня это производится уже из наших материалов. Это вот, например, для БМЗ покупали у зарубежных, австрийских, немецких и других фирм. Это все. За валюту. Когда они узнали, что мы сами это начали делать, они были очень удивлены. Это действительно такая прорывная технология. Вот еще одна деталь тормозная из БелАЗа. Это тоже уникальная разработка. Вы представляете, БелАЗ содержит треть мирового рынка автомобилей. Это высочайшая конкуренция. Это нужно, чтобы они были патентно чистые. Они действительно патентно чистые. Нужно, чтобы они были высоконадежные, чтобы была обеспечена нужная работоспособность в самых жестких условиях. И мы эти вопросы решаем. Ну и, например, если это крупногабаритные изделия, то есть, например, более мелкие изделия, которые, но для очень ответственных деталей самолетов, выпускаемых российским военпромом. Это муляж, потому что сама деталь секретная. Но вот эта вот деталь, 5 грамм, стоит 500 евро. Значит, вот можете представить, какая наукоемка. Здесь и нанотехнология, здесь и новые технологии прессования, здесь и новые технологии формообразования и высочайшая надежность техники. Юрий Михайлович, ну я так понимаю, что это, наверное, одно из главных направлений деятельности науки? Все чаще и чаще употребляются нанотехнологии, наноматериалы. Уже не первый год мы развиваемся в этом направлении. И совершенно новое направление – это так называемая аддитивная технология. Это технология, которая использует так называемые 3D-принтеры. В медицине очень актуально, когда соединяется, положим, 3D-принтер с компьютерным томографом и какой-то, ну, опухоль, не дай бог, новообразования, создается точная компьютерная модель. И 3D-принтер печатает это со всеми, так сказать, ответвлением, учитывая всю форму этого новообразования. И хирург, онкохирург видит это все и может очень четко, точно составить стратегию операции. Живые ткани, зубы тоже, так сказать, могут быть напечатаны таким образом. Ну и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот направление нанотехнологии и аддитивная технология – это те прорывные технологии, от которых мы уже имеем результаты и будем иметь их в ближайшем будущем. Скажите, может быть, дилетантский вопрос, но все-таки спрашиваю, как вы считаете в будущем, насколько дальним, близким, возможно, напечатать тот же БелАЗ на 3D-принтере? Уже автомобили печатают, уже автомобили, ну пока модели автомобили, но модель автомобиля, то есть это вопросы завтрашнего дня, но я не думаю, что это будет полностью весь БелАЗ напечатано, но какие-то отдельные детали могут сложной конфигурации, для которых сегодня там лазерная технология, раскроеков, очень дорогостоящие технологии, энергозатратные, могут быть печататься на 3D-принтерах. Что ж, Юрий Михайлович, спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Анна, за внимание, но мне хотелось бы добавить, что мы хотели бы, чтобы этот год науки был для всех годом науки, чтобы все проявили внимание. Мы стоим в таких условиях, что нужно зарабатывать. А гомельский отряд ученых всегда умел зарабатывать. И думаю, что те старшие поколения, которые сегодня еще на плаву, которые сегодня еще руководят теми или иными научными школами, подают правильный пример молодежи, она должна подхватить эту тенденцию от науки к практике. Перспективы социально-экономичного развития, подрихтовка техники до весновых полевых работ и проверки предприемства мобильными группами. Экономичное житие региона на этом тдне вызначалося разностаенностью обмерковываемых питаний. Выники минулого года – это та основа, на какой будет развиваться экономика региона селета. Некоторые параметры и аше удокладняются, але уже можно стверждать. За 11 прогнозных показчиков выполнены 7. Тут есть над чем працовать с мясцовым органом Улады, але можно констатовать и тот факт, что некоторые проблемы только на узровне в области не выращать. Яскравый приклад – экспорт послуг. Амаль 80% при 103 запланованных. Гэта перш за все знижение объему пропампованья российской нафты празбеларусский нафтопровод. Со знижением поставок сыровины звязываются и проблемы в работе Мазырского нафтоперпросовчего завода, что в свою чергу поплывало на невыконание такого показчику, як валовый региональный продукт. Сярод становчих моментов, які свечать об стабилизации ситуации у реальном секторе экономики региона – знижение складских запасов. У минулого года гэты показчик складов каля 30%, что удвоя меньше норматива. У 2015-м для паралнання на складах часто знаходзеліся месячные объемы готовой продукции. Улику прыщин по ляпшенні ситуации у першую чергу называються знижение вытворчих выдаткав і як следство – повышение конкурэнта з дольнасті. Сё літа адповідная работа пабінна быть празягнута. Гэта одна з галонных задач для прадпраемства региона. Рынки перенасыщені, і паэтаму, чем дешевле буде производіться продукція, тем більше шансів її реалізоваць як внутрі республіки, так і за пределами страны. Задачі теже – снижать затраты увеличиваць объемы производства конкурентоспасобной продукції. Пытання нарушування експорту сё неактуальна і для агропромысловага комплексу. Значная частка вырабляемой сельскохсподаршій продукцій накіроваецца замежа Беларусі, што напрямую уплывая на напаўняльнац бюджету. У сувізі с санкціями, у адносінах до шарагу перапрасочых прадпраемству, в опошній часту так само узнікли пэлныя праблемы. На іх кончатковае вырашення відводиться максимум один місяцць. Задача нам по експорту 106% она виполняется только в том случае, если будет раскрыто предприятие на Россию. Это Белсыр, это Раджовский МКК и Калинковичи. Калинка. Они сегодня прокрыты Российской Федерацией на експорт. Но мы занимаемся, я думаю, что в течении января, конца февраля вопрос будет тоже решен. Продукции есть у нас, мы сейчас принимаем меры, чтобы по сырьевым зонам молоко перебрасывать на другие предприятия, которые проводят экспорт. До перспектив далейшего социально-экономичного развития региона на гэтым тынне зверталися не одноич. Особная увага – модернизации вытворчасти и поляпшению работы нерентабельных предприемств. За свою гисторию Шаширский винаробный завод ведая шмат узлётов и, напевно, не меньшую колькась падзенню. Разом с тем, у Аблвыконками перакананы. Выделять миллионы бюджетных рублёв на пропануемую реконструкцию можно только после деталёвого анализу усих нюансов. Подчас наведывания филиала Шаширский Гомельского винзавода старшиня областного выканавчего комитета Владимир Дворник звертает увагу на элементарную безгазпадаршасть. Дорогое обсталявание не выкрыстовывается, а сыровина часто закупается в праспосредников, что повелешивая кошт продукции. До задачи пошуку выходу предприемства с крызису и заховання працонных местов обяцаюць звернуться знову, але и на заводе повинны клопотиться об свою будущине. Тем больше, что в опыт инших предприемств у коммунальной майомости свечить, выйсти можно знайсти заусёды, але для гэтага необходно жаданне. И коллектив профессионал. Если взять сегодня в целом промышленность, то мы закончили её не совсем хорошо, где-то 94% по ИФО. Если убрать два предприятия, которые действительно есть объективные причины, это Мозорский нефтеперерабатывающий завод и Белорусский металлургический завод Жлобин, то в целом промышленность работала на 100% с небольшим. Значит, если анализируя, я вот вижу ситуацию по январу месяцу, то без нефтеперерабатывающего завода вся промышленность должна сработать по январу, это 102-103%. Это говорит о том, что мы смотрим за каждым предприятием и для меня очень важно, чтобы эти предприятия работали. Сучасные проблемы акционерного товарыства «Гомельгазбуд» связаны с двумя причинами. Снижением масштаба будовництва газопроводов, и часом году. Зимой объемы работ традиционно уменьшаются. Как выник, у апошлий месяц средняя зарплата на предприятии склала усяго 320 рублей. А тому, бадай, самое главное пожелание тишится этой темой. Пакуль это явно не той узровень, каким можно генериться. Желательно, чтобы ближайшее время, месяц-два, как результат повышения производительности труда, повышения заработной платы, выработка нового работающего, и как результат повышения стояния работников, работающих на этом предприятии. У отповедности с решением облвыконкама на гитым тыдні на Гомершине пошлося створение рабочих групп по мониторингу подрихтовки сельскохосподаршей техники до весновых полевых работ и оперативным выражением возникающих питанью. Выники проверки будут разглядаться на оперативных нарадах у керовников и кановших комитетов. Займаться ремонтом техники пришлем у комплексе зараз будзе и акционерное товариство Гомель Абл Агросервис. Зараз у господарка Гомельской области працую каля тысячи энергонасычных тракторов. Пришлем середний термин их эксплуатации складая уже каля восьми годов. Калі раней особные детали одновляли на розных предприемствах, цяперу все работы можно проводить у адным месцы. У воголі зараз амаль 90% ремонтных работ зараз проводится непосредна у сельскох господарших предприемствах. Гэта як минимум больштанна. Але без специализованных предприемств усе ровно не абыстіся. Тембольш, што непосредна на Гомешыне техніку не толькі адновляюць. У рамках программы импортозамешэння на темже Гомель-агракомплекці импортные детали на греба працувшых агрыхатах пачалі заміняць на айчынныя, прышым без траты якасті. У рэшці напередзе адказны перейд, які необходны провесці без збоев. Конкретные терміны початку весновых полевых работ пакуль не огучиваються, а ось планы по подрыхтовце сельско-сподаршій техніки уже визначены. До першого саковіка усі тракторы і агрегаты, які будуть задзенішаны на пасявной, повинны быть повністю готовы до работы. На сьогоднішній день готовность энергонасыщенных тракторов составляет порядка 85-87%. Пасявных почвообрабатывающих агрегатов порядка 75%. Поэтому остаётся у нас порядка 40-50 дней до выхода в поле. Я думаю, что я уверен, что данная техніка вся будет отремонтирована і вся 100% уйзёт в поле. Вінеки минулого года протягуваюць подводзюць службы і ведомства регіона. На гэтым тыдні відповіднія колегі відбулися обласної податкової інспекції і прокуратура. Як означав прокурор в області Віктор Морозов, летося у регіоне на 6% скоротілася колькась грабяжоў, більш як на 30% разбоў і прикладно на 45% зґвалтаванняў. Трывогу викликая колькась забойства, ў минулым годзі іх было 70, причым 15% ў Мазырскім районі. Многі можна було прадухі ліць. У якості прикладу приводзіцца жудасна гісторія з того ж Мазыра, калі бацька позбавіў жыця сваіх неповнолетніх дзяцей. Асуджаны і рані не раз притягуваўся до адказнасті у тымліку за збивання членов сямі. А кріме таго, подчас колеги прокурор в області закликав подначалінах до либералізація мер криміналі адказнасті. У някоторых выпадках арышты, па які гумиш назаймае першае місце Украине, можна замяніць штрафами, унясінім залогу альбо іншими спосабами пакарання. Я думаю, это неправильно, когда сегодня 500 тысяч жителі нашей області привлечены к административной відповідальність. Треть населення обласі сьогодні числіться в правонарушителях. Тому я считаю, що, опять же, здесь, якщо можна огранічиватися при незначимых правонарушеннях, які не причинили значительний ущерб, можна огранічиватися предупрежденнями і так далі. Тим шасом, як означали на колегі областної податкової інспекції Міністерства по податках і сборах самая значна проблема з наполняльністю бюджету у минулому годі викликані перебоями у роботі широку буйних промыслових прадприємствів. Тільки о дійності Мазырського нафтопереподсовчого заводу літось недотрымана більше як 130 мільйонів руплів. Разом з тим, у ціла місціва бюджет виконана на 101,7%. Основнуя долю у поступлінях на гомиші не забезпечує державний сектор економіки. Доля приватних амаль 25%. А про чап'я підведення вынікав роботи за минулый год на колегі окреслено основне на керунки селітнай дійності. У приватністі податкової інспекції планують більше активно працювати з насельництвом у питаннях збору на фінансування державних расходів. Значна увага буде надаватися так само боротьбе з незаконними видами дійності. Обозначимо задачи, які стоять перед налоговой інспекцією на 2017 год, в тому числе исполнення плановых назначень по 2017 году, определим конкретні мероприятия по проведенню контрольной роботи налогових органов, рассмотрим вопросы контроля за незарегистрованной предпринимательськой деятельністю, також уделим внимание работе з електронними сервісами. Події культурного життя регіона подтвердили, мастатство, крімя задовольнення, може подарить здоров'я. Подробязність у нашим культурному огляді. У вірусних житті сім'ї Віноградових поділилося наставали рак мозгу четвертой стады. Перемахчих воробу операциєю не удалося. Небезпечні клетки промоцовались до сосудів, яшчі одним операцийным вмішальництвом їх уже не выдалить. Альтернативный способ лечення пропонували немецкі урачи. Однак яху кошт 150 тисяч евро для батьків неподъемны. На заклик об допомозі отхукнулись необиякові люди. По усюю в область разгорнувся добрачы на марафон по збору сродків. Сейчас собрано в районе 60 тисяч евро. Это еще пока скажем так менее половины от того, что необходимо, но тем не менее это уже некоторое достижение. Людей очень много откликнулось. Я, скажем прямо, даже не ожидал такого резонанса и такого душевного отношения людей к чужой беде. Так что спасибо всем огромное за то, что помогаете и за то, что неравнодушны. На сцене ГЦК волонтеры БРСМ собрали белоруских артистов. Квитки разошлися за два тыдни. И на сене коля 4 тысяч белоруских рублев от их продажу поступили на добрачы на рахунок. И все ж до необходной суммы не хапай 88 тысяч евро. Оказать подтримку детяті можете и вы. Для гэтага достатково пополнить рахунок мобильного телефона 8 0 29 506 70 70 Яшедним подсвечением великой силы мастатства на гэтым тыдне стала выстава у картины галереи Гаврила Вашченки. Я и авторы люди с психичными адхиленними. Свои картины я напишут у психоневрологичном доме-интернате города Минска. Про взрости за 40 интеллектуальной издольности многих як у трехгадового дитяті. Арт-терапия стала для их эффективным лекарством. Но я вось уже два годы живуть без обвострыням. В уголе усе подобные работы належат домостатского напрямка арт-брут або аутсайдер-арт. Он з'явился у Европе на рубеже 19-х и 20-х и 100-годзев, коли психиатры в диагностичных метах разглядаючи работы своих пациентов признали их мастатскую значность. Завершением культурного марафона на гэтым тыдне стал финал областного конкурса «Спадшина». С 250 работ до его дайшли только 50. Царот удельников будут шея будовники, повары, цырульники, наставники и музыканты. Об своих профессиях дольности оценили журналисты и представники громадских организаций. Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте команды высшейшей лиги чемпионату Беларуси по футболе рыхтуются до будущего сезона. А кроме тренировок проводят яны и товарызские сустречи. 4 лютого помеж собой сгуляют два представники Гомельской области. У Бавруйску вошный поединок проведут Гомель и Мазырская славия. Об инших отметных падзеях спортивного життя региона у наступной «Семь дён» расскажет Максим Савин. У мини-футбольном чемпионате Беларуси на черзе 17-й тур. Гомельских аматоров он парадует городским дерби. Но в пятницу помеж собой сгуляют БЧ и ВРЗ. Номинальные господары плятся у китшы гуночники. У першим крузе, напомню, перемогли вагонарамонтники 3-0. Светлогорский ЦКК сустренится со столичным мапидом. На выходных агар-комбинат Паудневы чакает у гостей столичный Динамо БНТУ. Дерби чакает аматоров хоккея, но в экстрализе чемпионату Беларуси в черговый раз скрыжуют клюшки Гомель и Жлобинский металлург. Учать вверх господарами пляцовки будут рыси. У субботу сталевые валки. Так само у субботу отбудется принципиальная сустреча и уже ночным ганбольным чемпионатом. На Уминску помеж собой изгуляют БНТУ и Гомель. Два попередние поединки помеж саперниками в бегучем чемпионате завершилися на корысть меньшанок. У сираду гомельчанки сустрелятся с дублем БНТУ. Гэтый матч отбудется у Гомеле. Мужчинская команда ганбольного клуба Гомель черговый матч чемпионат Украины проведет 4-го лютого. Саперник БГК-2. Гульня отбудется на пляце у цих гомельчан. Максим Савин телерадио компания Гомель. Гэтый инша новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен и у студии працава Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин